Сезанн, Ван Гог и Гоген. Все картины, хранящиеся в вермитаже этих художников, были собраны в начале нашего века двумя московскими коллекционерами Щукиным и Морозовым. Они еще тогда проницательно оценили творчество этих трех замечательных художников. В их коллекциях, со временем поступивших в вермитаж и Музей изобразительных искусств в Москве, картины Сезанна, Ван Гога и Гогена выделялись великолепным подбором. С наступлением XX века эти три совершенно непохожие друг на друга художники оказывают огромное воздействие на всю западноевропейскую живопись, но ни один из них не дождался прижизненного признания. И творчество, и судьба трех художников очень различна, и каждый из них опирался на открытие импрессионистов. Сезанн участвовал в первой выставке импрессионистов, Гоген в последней, а Ван Гог приехал в Париж тоже ко времени последней выставки. Ван Гог, увлеченный чистыми тонами импрессионистов, отказался от землистых красок своей ранней живописи и достиг такой цветовой насыщенности и силы, которой не достигали и импрессионисты. Сезанн и Гоген также пользуются светом по-новому и все дальше отходят от импрессионизма, и потому их относятся к периоду пост-импрессионизма. В Эрмитаже Ван Гог представлен четырьмя картинами, но очень хорошими. Сезанн – одиннадцатью, а Гоген – пятнадцатью. Эта коллекция содержит лучшие картины трех прославленных живописцев. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Развитие французской живописи подобно росту могучего дерева. Своими корнями оно уходит в почву пуссеновского классицизма. Ближе к вершине три ветви простираются от единого ствола. Вырастают три таланта – Сезан, Ван Гог, Гоген. КОНЕЦ На автопортрете мы видим поле Сезанна таким, каким он был в период дружбы с импрессионистами. Он сделан из одного куска – жесткого и твердого на ощупь. Ничто его не согнет, ничто не может вырвать у него уступки, – писала Сезанне его друг, писатель Эмиль Золя. Первые картины Сезанн писал в стенах родительского дома. Увертюра к Тангейзеру Музыка Вагнера для молодого Сезанна и его друзей была символом новых идей в искусстве, которыми был увлечен Париж. Музыка 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 В столице Поль Сезанн и Эмиль Золя знакомятся с импрессионистами. Сезанн пишет теперь на открытом воздухе. С его полотен исчезают черные и серые тона. В пейзажном мотиве, изображенном на картине «Берега Марны», импрессионист мог бы залюбоваться изменчивостью прекрасного мгновения. Но Сезанн видит здесь черты вечности. «Нам нужно снова стать классиками через природу», — говорит художник. Гора Сан-Т-Виктуар В окрестностях родного города Сезанна, Экса в Провансе. В форме он больше всего любит передавать ее тайну. В его красках есть задумчивая важность. Житель юга он целые дни проводит на горных вершинах, читая Вергилия и созерцая небо, — писал о нем художник Гоген. В пейзажах Сезанн никогда не изображает людей, но он пишет портреты. Садовника, виноградаря, простых тружеников земли. Портретные работы Сезанна в Эрмитаже раскрывают его подход к этому жанру. «Больше всего я люблю людей, которые состарились, ничем не нарушив обычаев, а подчиняясь законам времени». Долгое созерцание раскрывает красоту живописной архитектоники этих картин Сезанна. Основную роль в них играет цвет. Женщина в голубом. «Видеть натуру, — говорил Сезанн, — значит выявлять характер моделей». «Видеть натуру, — говорит Сезанн, — значит выявлять характер моделей». «Видеть натуру, — говорит Сезанн, — значит выявлять характер моделей». «Натюрморт — излюбленный жанр Сезанна. Лишь всматриваясь в картину, в четкую конструкцию пятен и форм, можно понять, каково мастерство художника». «Видеть натуру, — говорит Сезанн, — значит выявлять характер моделей». В голубом пейзаже видна великолепная живописная техника Сезанна. Тонким слоем нанесенная краска создает трепещущую живую поверхность. Большая сосна Сезанна так ярко передал то, что есть терпкого в природе Прованса, писал Винсент Ван Гог. Голландец по происхождению Ван Гог примкнул к новому направлению во французской живописи. Он по-своему притворяет то, чему научился у импрессионистов. Разве для нас не важнее горение мысли, чем спокойная кисть? Арльские женщины Солнце бросало на кусты и землю ярко-желтые лучи, форменный золотой дождь. Каждая линия была прекрасна, весь пейзаж очаровательно благороден. Арена в Орле Одержимый мечтой служить людям и приносить добро, Ван Гог был непонят и отвергнут современниками. Как отчаянно он боролся за то, чтобы быть художником, Равнодушие обывателей, Безуспешные попытки трудом художника заработать на хлеб насущный, И в итоге тяжелая душевная драма, оборвавшая жизнь. Хижины 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 НосToday Хижины Куст. Мы не чувствуем, что умираем, но сознаем, что мы значим немного, писал он брату, что мы всего лишь звено в непрерывной цепи художников. Но если наша юность вновь расцветает и возрождается в том, что мы творим, тогда ничто не потеряно. Нет в живых Ван Гога, Сезанн отшельником живет в Экси. На далеких островах Поль Гоген хочет найти страну своей мечты. Он поселился на Таити. Таити Здесь, у своей хижины, в полном безмолвии, я мечтаю о буйных гармониях среди опьяняющих меня запахов природы. И вот ночь, все придается отдыху. Глаза мои закрываются, чтобы видеть некий сон в бесконечном пространстве. Источник тайны в голосе Твоем Открылся мне блаженный окоем Священные развернутые дали Где возродились, древние постарали Свобода, радость, мир И вот я пью Прохладу благодатную Твою Субтитры создавал DimaTorzok Сладкие грезы Таитянские постарали Ковровые узорочья линии И гладких пятен цвета Делают картины Гогена Похожими на декоративное панно Вместо того, чтобы копировать природу Гоген Надо преображать ее Превращать в игру ярких красок Подчеркивать простые, выразительные, оригинальные арабески И радовать этим глаз Субтитры создавал DimaTorzok 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 В уме ее легкость воздуха Во взгляде неспокойная глубина вод Ее сильные ноги так плотно стоят на земле Словно корни деревьев ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гоген называл Таити райской страной Здесь он обрел вторую родину Он полюбил людей со смуглым цветом кожи Которые для его соотечественников были лишь дикарями Гоген ненавидел колониальной власти, Притеснявшие местных жителей Но в своих картинах он изображал лишь Светлые стороны жизни островитян ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они идут нестройную толпой, Обнажены, но царственно одеты в одни пелены солнечного света ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они идут, чтоб свежая струя Крутясь и лепеча и торжествуя Их смуглоту омыло золотую Над ними высится их древний бог Когда-то он из камня был сработан, Чтоб человек своим земным заботам, Отдавшийся, не забывал богов И не жалел положенных даров И чтил бессмертных с должным умилением ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поль Сезан Винсент Ван Гог Поль Гоген Непризнанной своей эпохой Они творили для будущих поколений ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА